Продолжаем выпуск. Сильные, отважные, выносливые. Все это девочки Хакасии, которые посвятили свое школьное детство юнормии. В преддверии 8 марта они собрались на масштабные соревнования, чтобы доказать себе и своим наставникам, они не хуже юношей разбираются в тонкостях военного дела. Вместе с участницами эстафету прошли наши корреспонденты, рассказывает Наталья Гармашова. Нежинское это дело автомат Калашникова разбирать, бегать, в противогазе по плацу, стрелять из винтовки, так думают обыватели, но точно не эти юноармейцы в юбках, участники открытого первенства Устебаканского района по военно-спортивному многоборью. Оно проводится уже в пятый раз, традиционно собирает около полутора сотен участников не только из Хакасии, но и юга Красноярского края. Сегодня на старте 19 команд, случайных школьниц в них нет, все как один осознанно вступили в ряды юноармии или военно-патриотические клубы. У каждого человека есть что-то свое, где он находит себя. У меня это военно-прикладное искусство, это маршировать, стрелять. Мне нравится, я как бы такая пацанка интересная, вот это вот. И хочу даже поступить на учитель физкультуры, чтобы продолжать это в дальнейшем. Вот вы, например, где себя проявите особенно? Я? Как считаете? Наверное, разборка-сборка. Везде участвуют мальчики, девочек выхода нету, а девочек много ходят, тренируются. Вы знаете, у них какой командный дух. Ну а как у них, например, со стрельбой, со стрельбой подготовкой? Посмотрите. Хорошо бывает, да, хорошо бывает. Плачут? Ой. Успокаиваете? Конечно. Во время же соревнований никаких слез. Будущие защитницы отечества демонстрируют стальные нервы, отчаянно рвутся в бой, сражаются с соперниками. Очень тяжелые предметы. А что, где больше вес, как думаешь? На мини. Мина самая тяжелая. 11 состязательных этапов. И все непростые. Далеко не каждый взрослый окажет первую помощь человеку с бедренным кровотечением или переломом голени. А эти девочки алгоритм знают на зубок. Накладываю шину, закрепляю, конечно, чтобы она не двигалась, и чтобы человек, который лежит, не чувствовал боли в этой конечности. А где у вас такие познания, как правильно шину наложить? Готовились, конечно же. А на ком тренировались? Так же, на своих же. Конкурс песни победы. Будто небольшая передышка в гонке за лидерство. Но и здесь промаха быть не должно. Важно безупречно выступить на сцене, чтобы заработать очередной командный бал. Первенство по военно-спортивному многоборью традиционно посвящено приближающейся годовщине победы в Великой Отечественной войне и, конечно, 8 марта. Главными подарками этим девочкам стали победные призовые места. Абсолютным лидером признана команда «Ирбис» из Усть-Абакана. Второе место тоже заняли усть-абаканцы команда «Драйв». Бронзовую же награду взяли абаканцы «Беркут Хакасия». Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.